всем привет с вами 13 из иксов и сегодня мы снова немножечко повзрываем поехали для первого способа сегодня нам понадобится граната от компании зевс денежная резинка и обычная хозяйственная веревка один конец веревки мы привязываем на узел к канцелярской резинки на другом конце веревки мы делаем обычную петлю канцелярскую резинку крепим за ребра гранаты и наматываем на взрыве таким таком виде мы переносим гранату и храним ее до момента использования итак что мы делаем например цепляем петельку за в лесу это может быть сучок ветки в зданиях какой-нибудь там крючок болтик и так далее и собственно просто разматываем видим да все у нас нитка кончилась теперь делаем внахлёст на на спусковую скобу и кладем следующим образом делаем все это дело в натяжку ну и извлекаем чеку все никуда у нас это дело не девается теперь теперь при срыве нитки резинка соскользнет со спусковой скобы не произойдет взрыв привет всем криворучкам страны криворучка в том числе я я уронил объектив короче приятного мало снимают он теперь только вот так то есть фокус дальше не настроить предыдущих кадрах вы могли видеть да что все размыто ничего не понятно как видим первый способ очень быстро в установке ну и соответственно работает единственный минус это что надо его подготовить ну и носить гранату в таком виде как я показывал ранее второй способ который мне показался очень интересным делается при использовании шприца 10 кубового и гранаты ну в данном случае граната от пир fx отрезаем носик у шприца отрезаем носик у шприца ну и собственно одеваем на узор гэм вот таком вот виде ну естественно без чеки устанавливается мины на землю суть какова она будет стоять наверно вот так буду под наклоном если наступить на шприц он выдавит гранату да шанс того что на него у нас то именно наступит на него крайне мал но если ставить в узких коридорах например где-то на тропах передвижение противника это может сработать за данный способ отдельное спасибо подписчику Алексей Шах Леха спасибо давайте попробуем как он работает ну и работает ли вообще берем гранату берем шприц как видим да граната стоит без кольца может немножко подвытащить да вот так это дело выглядит давайте попробуем взорваться вот так вот так очень интересно то есть я просто наступил инициации не произошло а когда я убрал ногу граната инициировалась прикольно следующий способ от ребят из компании зевс они мне его показали то есть нужно будет зевсовская граната извлекаем чеку надеваем сверху кольцо но и так одеваем да видим есть берем проволоку грубо говоря от чеки и продеваем вот таким вот образом не видно вам не видно а Во. Это гораздо проще, чем то, что мы делали в прошлом видео с гранатами Зевс. Проще и, наверное, быстрее. Кстати, ребята из Зевса мне этот способ и показали. Давайте попробуем теперь его взорвать. Вот таким образом выглядит граната. Ну и, собственно, давайте взрываться. Очень годно. Очень прям очень годно. Ну что, вот такое сегодня получилось видео. На мой взгляд, все способы рабочие, все способы актуальны, быстрые в установке. Все классно. Хотелось бы еще уделить несколько минут, несколько секунд компании Зевс. В прошлом своем видео я упомянул о том, что в УЗРГМ этих гранат используется гвоздь. Так вот, это моя ошибка. Никаких гвоздей там нет. И там используется только шляпка от гвоздя для удержания спусковой скобы. Прошу ребят из компании Зевс принять мои извинения. С гвоздями что-то я переборщил. А на этом, наверное, буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. С вами был 13 из Иксов. Всем пока.